Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePad. Сегодня у нас с вами урок по Python. На этом уроке мы с вами посмотрим, как сделать так, чтобы консоль вашей программы, когда вы запускаете Python, сразу не закрывалась. То есть вы написали какой-то код, запустили его, и он у вас сразу быстро отработал, и закрылась консоль, и вы не успели прочитать, что же там написано. Конечно, для решения этой проблемы есть множество способов. Мы с вами рассмотрим несколько. Если вам нравятся такие уроки, то вы знаете, что делать. И, конечно, таких уроков будет больше. Давайте приступим. Для примера приведена небольшая программа. Она выводит Hello World и выводит какой-то расчетный экран. Если мы с вами ее запустим, вот здесь вот просто два раза кликнем, то у нас с вами запускается на выполнение этой программы, и сразу окошко исчезает. Мы не успеваем посмотреть, что же там написано. Конечно, если вы запустите эту программу в редакторе кода, то вы увидите в окне отладки всю эту информацию. Но как же сделать так, чтобы это увидеть здесь? Давайте посмотрим. Первый способ, самый простой. В какую-нибудь переменную A мы можем с вами записать ввод какого-нибудь символа с экрана. То есть просто Input. Input и все. Конечно, давайте выведем на экран Print. Нажмите Enter. На самом деле мы ждем ввода любого текста в эту переменную A, а сами говорим нажмите Enter. То есть пользователь на самом деле может ввести какой-то текст. Сохраняем файл и запустим нашу программу. Смотрите, нажмите Enter. Но по факту мы можем ввести любой текст. Все, что хотим. А потом нажать Enter и наша программа с вами закроется. Но в данном случае мы с вами увидели результат выполнения нашей программы. И конечно же можем вводить текст, но на самом деле ждем нажатия Enter. Можем выписать таким образом. Смотрите, без переменной. Просто нажмите Enter. И что у нас получится? Сохраняем, запускаем. Смотрите, мы можем писать текст. Также. Но это уже не будет сохраняться в переменную. Итак, первый простой способ мы с вами рассмотрели. Когда мы используем с вами команду Input. Исчитываем что-то, что должен ввести пользователь. При этом вводим на экран. Нажмите Enter для выхода. Например, да? Конечно, пользователь может не только нажать Enter. Но может еще что-то ввести и это отобразится на нашем экране. Это можно избежать, если мы с вами заимпортируем специальный модуль. И будем считывать в цикле, какие же клавиши нажимает на клавиатуре пользователь. Но это усложнение программы. Поэтому сейчас мы так с вами делать не будем. А рассмотрим еще один простой способ. Например, используя модуль Time. Пишем Import Time. И конечно пишем Time.Sleep. Например, на 5 секунд. И выведем на экран. Print. Консоль. Закроется через 5 секунд. Вот так вот. Теперь, когда мы запустим наш с вами файл. У нас с вами будет 5 секунд. Для того, чтобы мы с вами успели прочитать, что же происходит у нас с вами на экране консоли. В принципе, этого варианта тоже бывает достаточно. Вы можете установить любое другое время. И ваш консоль закроется через это количество секунд. То есть, два способа простых input и с помощью ожидания времени. Третий способ, когда вы можете считать какие-то клавиши, анализировать их и уже ждать, когда же будет нажата именно эта клавиша. При этом, ничего не выводя на экран. Если вам нравятся такие уроки, то вы знаете, что делать. И конечно, таких уроков будет больше. Спасибо. Спасибо.